Моя лекция посвящена биологической природе взаимодействия между нейронами. И я буду большое внимание уделять эволюции нервной системы и происхождению нейронов. На самом деле мы коснёмся не только того, как нейроны появлялись в эволюции и каким образом они умели координировать поведение, но и в той ситуации, когда нейронов ещё не было, а были уже клетки, которые тоже умели координировать поведение и умели решать примерно те же самые задачи, которые делали и организмы уже с первыми нейронными системами. Но удобно, конечно, опять начать с Марклама. Почему? Потому что всякая кризисная ситуация показывает нам, что есть какая-то проблема, что чего-то мы не знаем, чего-то мы не понимаем, и как-то нужно из этой ситуации уходить. Но я напомню на всякий случай, хотя, наверное, все присутствующие знают, о чём идёт речь, что хотя в рамках этого проекта было сделано много хорошего и интересного, цели его не были достигнуты. А цель была смоделировать инсилика, мозг сначала грызуна, а потом даже и человека, для того, чтобы потом можно было работать с такой моделью, а не обращаться в экспериментах к живому биологическому мозгу. И на самом деле, конечно, цель благородна и правильна, потому что если мы бережём даже машины и не разбиваем их в краш-тестах, а используем виртуальные тесты для этого, то тем более хорошо было бы беречь живой мозг и не мучить его. Но в чём же проблема? Я нашла популярное и доступное для биологов интервью одного из ключевых участников этого проекта, Идана Сегева. Это 2021 год, и он говорит, что вообще-то они сделали такую модель, которая уже позволяет работать, теоретически позволяет работать с электроэнцефалографией виртуально на коре мозга грызунов. Но проблема в том, что современные компьютеры с ней не справляются. В общем, казалось бы, банальная история, нам не хватает мощности, не хватает скорости. Или, как вы совершенно правильно сказали, закопались. Но действительно, про оппоненты, вы в частности говорите, что на самом деле нам не нужно, наверное, использовать такое избыточное количество информации для того, чтобы программировать работу мозга. А вот если бы мы понимали, что в нём важно, и какие именно параметры использовать нужно, какие именно алгоритмы, то нам бы уже хватило мощности нашей системы. И вот здесь очень важно это заявление Идана о том, что основной этой проблемой является отсутствие теории того, как работает мозг. Не просто мозг, а даже нервная система. Но для меня, для моей лекции ещё важнее то, что написано внизу. И это последняя фраза в этом интервью, что вот до сих пор мы рассматриваем мозг как какую-то систему, полную электрических спайков, которые облегчают коммуникацию, кодирование, но много ещё чего остаётся неизвестно. И это на самом деле противоречивая фраза. Почему? Потому что мы только что обратили внимание на то, что добавить уже ничего нельзя. Если мы уже выходим за пределы, используя только электрические характеристики нейрон, то понятно, если мы добавим сюда что-то ещё, эта модель не будет работать. Значит, нужно искать альтернативные решения. И они могут быть самые разные. И вот то, о чём я хочу говорить сегодня, это тоже один из возможных подходов. Насколько он окажется эффективным, я думаю, что мы увидим в будущем. Вот замечательный нейробиолог, наверное, многим из вас известный, Дмитрий Антонович Сахаров, сказал бы в такой ситуации, что вот эта кризисная ситуация – это результат развития нейрофизиологии, которая основана не на биологических представлениях о нейронах. А что значит биологические представления? Это, прежде всего, эволюция. Потому что для биологов основная эволюция – как что появлялось, что из чего происходило. То есть это хорошая идея, которую даже Казьма Прутков выразил, что в каждом деле нужно найти его начало, и тогда мы уже сможем схватиться за правильной ниточкой, чтобы распутать весь клубок. Вот это не до конца осознаётся, но все существующие модели нервной системы на сегодняшний день, они до сих пор строятся в рамках электрической парадигмы. То есть мозг представляется некоторой электрической сетью. В лучшем случае эта сеть ещё погружается в некоторый химический суд. И в основном это так, что вот эта электрическая парадигма, в которой до сих пор мы в основном находимся, она не намного лучше, чем струйная парадигма 17 века, потому что она точно так же основана на некоторых технических аналогиях, а не на реальной биологической природе нейронов. То есть если в 17 веке ничего было неизвестно об электричестве, и не было ещё ни суперкомпьютеров, ни нейронных сетей, которые мы сейчас используем как аналогии работы мозга, но зато были хорошие пневматические машины, и в общем с их помощью тоже можно было построить себе хорошую модель того, как может работать нервная система. Но тоже, наверное, не все осознают, что на самом деле электрическая парадигма – это не единственная парадигма на сегодняшний день в нейрофизиологии. То есть на предыдущем слайде мы пришли к выводу, что то, о чём говорит Идан Сегев, это не проблема программистов, это проблема нейрофизиологов. И вот в нейрофизиологии эта электрическая парадигма не единственная, существует другая. И вот этот вопрос, который был залом в 1993 году номеристом науреатом Эриком Кендолом, он на самом деле и находится как раз на границе вот этих двух парадигм. Он, собственно, даёт понять, почему это именно парадигма, почему всё, что мы знаем о нейротрансмиттерах, это не просто какое-то дополнение к электрическим сетям, к электрической парадигме. Вот смотрите, как бы мы ни пытались ответить на этот вопрос в рамках электрической парадигмы, на него ответа нет. Потому что на самом деле непонятно, зачем нужно много нейротрансмиттеров, а мы знаем, что в нервной системе их много. Так что действительно всю нервную сеть можно сделать на одном сигнале. Как это часто бывает в истории науки, правильные ответы на вопросы появляются ещё до того, как появится сам вопрос. И один из правильных ответов на этот вопрос, как стало известно в последнее время, дал Хачтур Сидракович Каштаяц в 50-е годы. Это выдающийся физиолог, который работал на кафедре физиологии животных. И вот его подход как раз был эволюционным. Он предположил, что множество нейротрансмиттеров нервной системы связано с происхождением. То есть с тем, что они были унаследованы нервной системой от донервной системы коммуникации. И вот с этого времени можно считать начало, это время можно считать началом или таким рождением новой гетерохимической парадигмы в работе мозга. Вообще, как вы понимаете, если она родилась в 50-е годы, то история у неё большая и давняя. И она очень подробно рассказана в нашей книге Дмитрия Антоновича с Сахаром, которая вышла в 2019 году. Это такая очень небеспристрастная книга, которая с большой страстью рассказывается о том, как же эта гетерохимическая парадигма пробивалась в условиях, когда доминировали жёсткие электрические сети, когда всем казалось, что всё, что в мозге важно, всё связано и завязано на электричество. Вот эти вопросы обсуждаются в книге, и я не буду возвращаться к ним сейчас, а хочу рассказать больше. Дело в том, что за прошедшие три года, начиная с 2019 года, вот уже после того, как вышла книга, как раз самые весомые и самые важные доказательства в пользу гетерохимической парадигмы появились в мировой науке. И в 2021 году это были уже не просто какие-то экспериментальные отдельные работы, а это были первые фундаментальные теоретические обобщения в области эволюционной нейробиологии. Что это за методы, которые позволят ответить на целый ряд важных вопросов? Ну, прежде всего, это полногеномное секвенирование организмов, которое позволяет нам посмотреть в геномах самых разных таксонов, в том числе эволюционно очень далёких, и тех, которые максимально близки к базальному приземлённому сознанию и мышлению, что же там в них есть, какие там есть сигнальные системы, какие трансмиттеры, какие рецепторы, когда это всё появлялось, насколько это различается в разных крупных таксонах, что было раньше, нейрон или нейротрансмиттер, и так далее. Кроме того, появилось секвенирование отдельных нейронов по транскриптомике. То есть можно посмотреть, какие гены экспрессируют разные нейроны и, во-первых, ответить на вопрос, насколько действительно разнообразны элементы нервной системы, насколько отличаются, какие кластеры нервных клеток есть в мозге, а во-вторых, меняются их свойства или нет. Но и сейчас, в общем, совершенно убедительно показано, что мозг очень острый, что разнообразие элементов очень важно для его функционирования, что свойства их тоже меняются, и без этого не получается ни обучения, ни памяти. Вот здесь слева перечислены только некоторые статьи, которые вышли, как я сказала, в 1921 году, и которые связаны с некоторыми фундаментальными обобщениями. Я и Константин Анохин сделали уже такие обзоры обзоров в 1922 году, и Константин Анохин посвятил этому лекцию. Мозг итоги 1921 года, наверное, многие из вас уже слышали. И у меня вышел обзор в журнале, который мы сейчас активно продвигаем, он в Возовске, и мы публикуем там наши самые лучшие работы. В 1921 году профессор Флоридского университета Леонид Мороз вслед за Хачатуром Седраковичем Каштаянцем утверждает, что нейротрансмиттеры были унаследованы, но предлагает даже более сильное выражение, что нейротрансмиттеры нервную систему создали. Какие у него основания говорить так? Вот посмотрите, на этой иллюстрации из его обзора показаны результаты огромной работы по секвенированию геномов в разных базальных линиях метазола. Мы относимся к белотерии, вот та группа наверху, справа. Есть родственная к нам группа кнедарий, которая старшему поколению, наверное, известна как кишечно-полосная, и ещё несколько групп, которые были изучены. На сегодняшний день у нас 36 крупных таксонов метазола. Из них изучено вот сколько всего. Это, в общем, пока приблизительная информация, но она уже позволяет сделать очень важный вывод. Значит, нейроны здесь есть не у всех. Нейроны есть в трёх группах из четырёх. А вот трансмиттеры есть у всех, и даже у тех организмов, у которых нейронов нет. Есть трансмиттеры более консервативные, которые встречаются практически во всех исследованных нервных системах. К ним относятся глютамат, ЭНО, АТФ. И есть трансмиттеры, которые оказались специфичными для отдельных крупных клад. И к ним относятся классические монамины, например, ацетилхолин, серотонин, дофамин и так далее. Вот они оказались характерны, например, только для двусторонних симметричных. Значит, вот несколько важных выводов о том, что трансмиттеры есть и у тех, у кого нет нейронов. И ещё один важный вывод, что нервная система и нейроны появлялись в эволюции несколько раз и независимо. И вот эта находка подтверждает предположение Сахарова о том, что трансмиттерная специфичность может быть связана также с независимым появлением нейронов в эволюции. Вот я ещё раз перечисляю эти основные выводы, которые были сделаны на основе гигантской работы по секвенированию геномов отдельных. Что, во-первых, если нервная система у нас есть, то она всегда представлена некоторым разнообразием химических типов секреции. Ну и то, что я уже сказала, что есть они и у ненервных клеток, и что нейроны появлялись в эволюции несколько раз, и нейротрансмиттеры были унаследованы до нервных форм. Значит, на основании вот этой работы авторы делают предположение о том, как же мог быть устроен некоторый общий базовый предок всех метазолов, всех многоклеточных. И приходит к выводу, что вот у нас есть организм, который сегодня напоминает по своей организации этого базового предка, а это именно плакозол. Вот здесь внизу он показан. А этот базовый предок, вот видите, он не случайно изображён таким разноцветным ансамблем клеток. Изучая плакозол, они обнаружили, что действительно эти организмы, у которых нет нейронов, они способны к поведению, причём довольно разнообразным. Это поисковое поведение, убегательное, пищевое и так далее. У них есть уже десятки систем межклеточной сигнализации, их компоненты, рецепторы, нейротрансмиттеры. Секвенирование отдельных клеток показало, что разные клетки, и это очень важно, они используют разные секреторные молекулы и имеют разный набор рецепторов. Почему это важно? Потому что именно на этом строится координация поведения этих клеток. То есть клетки знают, как они должны отвечать на определённый химический сигнал в межклеточной среде. Откуда они это знают? Во-первых, конечно, отбор и закрепление чисто генетического спектра рецепторов, которые должны быть у клетки. Но есть и пластичность, когда подстройка правильного ответа происходит уже в ходе индивидуального развития. Фармакологические эксперименты подтвердили, что можно действительно добавлять просто некоторые нейротрансмиттеры этому животному и вызывать у него хорошо скоординированное поведение, например, пищевое. И вот на основании этих экспериментов Мороз и делает тот самый вывод, который вы видите здесь справа, о том, что нейротрансмиттеры создали нервную систему. Что имеется в виду? Ещё раз. Вот смотрите. Собственно, вот это, наверное, самый принципиальный момент для правильного отношения к электрическим процессам, правильного с нашей точки зрения, с точки зрения биологов. Нервная система унаследовала не просто трансмиттеры. Она унаследовала систему клеточной интеграции. Она унаследовала язык управления. То есть, когда организм был относительно небольшой, довольно медленный, клетки всё равно умели договариваться, они всё равно умели предсказывать будущее, они умели быть адаптивными. Этот организм всё это умел делать. И всё это делалось на химической сигнализации, на том, что клетки были разные химической природы, и на том, что они имели разный спектр чувствительности к химическим веществам. Что появилось с электричеством? Что добавилось? Прежде всего, просто скорость и передача того же самого сигнала на расстояние. Прежде всего, конечно, скорость, координация головы и хвоста. Но при этом система-то, коммуникация, она никуда не делась. То есть, сам принцип управления работой нейронального ансамбля, он остался тем же. И вот почему мы можем говорить о том, что это действительно другой подход к тому, как вообще устроена нервная система, и какую роль в ней играют, по крайней мере, революционно играли, электрические и химические процессы. Хорошо, но вполне может быть так, что когда-то на заре эволюции эта объёмная химическая сигнализация была актуальна, а затем с появлением электричества, с появлением нейронов всё это стало действительно каким-то атовизмом. То есть, вполне же, может быть так. В общем, это нельзя исключать. Давайте посмотрим, существует ли, сохраняется ли в нервной системе вот та самая координация химическим сигналом поведения клеток и поведения организма. Для этого что нам нужно сделать? Для этого нам нужно проверять, есть ли у нас на самом деле та самая жёсткая сеть, электрическая синаптическая в нервной системе, или её нет. Вот здесь показаны основные, наиболее известные исследователи так называемые несинаптические секреции нейротрансмиттера и координация. Но их подходы к этому явлению несколько отличались. Главным образом отличалось описание, которое предложил Сахаров, от того, которое предложил Джейли Фуксе и Луиджи Агнати. Лет на 10 позже примерно они вышли на сцену научную с изучением явлений объёмной трансмиссии, объёмной передачи в мозге позвоночника. Вот Сахаров утверждал, что если мы используем эволюционный поход, то мы должны понимать, что вообще существует множество разных видов нейрональной секреции. Что синапс – это некоторый предельный и довольно редкий случай секреции нейротрансмиттера. Чем характерен синус? Тем, что там есть изолирующие барьеры, что это не просто химический сигнал, но что этот сигнал очень локальный, и трансмиттер никуда не должен растекаться. Вот в Фуксе и Агнати они немножко другой подход предлагали, когда объёмная передача – это нечто такое дополнительное к синаптической сети. То есть у нас сеть как бы погружена в некоторый полезный суп, информационный суп. И действительно, эта сеть может менять своё поведение в зависимости от этого супа. Ещё позже к проблеме подключился Алексей Семьянов, которого, наверное, здесь тоже все хорошо знают. И он очень хорошо детально исследовал, как работает экстрасинаптическая сигнализация, какую роль играет глия в регуляции утечки трансмиттера из синапса. До сих пор, хотя это очень старая работа, но до сих пор нет ничего более красивого в том, чтобы проиллюстрировать для тех, кто не знает, что такое нейромодуляция и как она может работать, вот эту простую картинку с соматогастрическим ганглем рака. Здесь относительно небольшое число нейронов, а вот нейротрансмиттерный коктейль, контекстозависимый коктейль, он очень богатый, он очень разнообразный. И если мы посмотрим на сеть, вот именно с точки зрения такой вполне себе синаптической и жесткой сети, которая находится в супе, то что мы увидим? Мы увидим, что в зависимости от того, какое вещество у нас оказывается в супе, окружающая эта сеть, у нас из этой общей жесткой сети получаются совершенно разные подсети, которые контекстозависимо будут генерировать разные типы поведения, разные формы поведения. Вот что предложил сделать Сахаров. Он говорит, ну хорошо, если у вас эта сеть, жесткая сеть, которая находится в супе, давайте сделаем такой эксперимент. Мы просто возьмем одну клетку из этой сети, вынем ее, а затем подведем обратно. И есть объекты, на которых это можно сделать, например, моллюски. То есть можно просто электродом вытащить работающую клетку из нервной системы, а потом подвести ее назад. При этом очевидно совершенно, что никакие синаптические контакты электрические не восстанавливаются, а все, что остается, это химическая коммуникация. И вот первым были Панчин и Аршавский, кто показал, что в такой ситуации у нас изолированная клетка может детектировать ритм генерируемой в ганглии, генерируемой сети. А я вот здесь привожу пример из работы Чистокольского Илья Александровича, потому что она очень красивая. Смотрите, что здесь происходит. Здесь наверху нейрон, который находится в сети, в нервной системе, и в какой-то момент сеть спонтанно начинает генерировать поведение. Это хорошо известное, описанное поведение по всем нейронам, и описано оно как раз именно в рамках таких сетевых представлений. А вот что происходит с нюхающим нейроном, который подведен просто непосредственно к этому ганглии. И мы видим здесь как бы два явления. Что, с одной стороны, он совершенно точно детектирует начало активации этой системы, и это, кстати, не противоречит представлениям о том, что объемная модуляция активирует поведенческие программы, запускает. Но вот что не соответствует идее о том, что сеть отдельно, а суб отдельно, а модуляция отдельно, так это то, что этот изолированный нейрон, он детектирует отдельные фазы. То есть, как если бы эта сеть протекала. Как если бы эта сеть протекала. И таким образом, за счет только химических взаимодействий, действительно нейрон может отслеживать, какая же там фаза генерируется в этом поведении. То есть, появились сомнения в том, что это действительно такая жесткая, не протекающая сеть. Но вот здесь еще я коротко расскажу о нашей работе относительно недавней, 19-го года. Она выполнена в рамках не сетевой парадигмы. Здесь мы изучали, как поведение, как некоторый поведенческий опыт меняет состояние нейронов, и как затем он сохраняется в виде некоторого ожидания, прогноза на всякий случай. На всякий случай, если вдруг эта необычная ситуация, а в данном случае речь идет об интенсивной локомоции моллюска в условиях низкой воды, если вдруг эта ситуация вернется. И мы показали, что здесь ключевую роль играют два события. А именно изменение свойств индивидуальных нейронов. Вот уже через 2 часа интенсивной локомоции у нас меняются биофизические свойства нейронов. Кроме того, меняется межклеточная среда. И все вместе, я не буду очень подробно рассказывать, главное, чтобы не выйти заранее. Вот здесь суммированы основные выводы этой работы, что мы видим, что тот феномен, который мы наблюдаем, в поведенческом и клеточном уровне, он хорошо объясняется комбинацией двух явлений, а именно изменением индивидуальных свойств нейронов и изменением гетерохимической среды. Мы действительно показали потом, что на генетическом уровне много чего меняется во время этого поведения, что поведение, связанное непосредственно с локомоцией и с отдыхом после нее, это два разных состояния. Ну и, наконец, вопрос, для чего все это может быть нужно. Зачем придумывать такую сложную систему, когда меняются и индивидуальные свойства нейрона, и меняется еще гетерохимическая среда. Зачем сохранять память об этом поведенческом опыте. Ну и предположение было, что действительно память об этом событии сохраняется на всякий случай, как возможность возвращения к той ситуации, которая была относительно недавно. И когда мы это проверили, мы показали, что действительно вот такие животные с изменившимися свойствами и нейронов, и межклеточной среды, они быстрее набирают скорость, когда мы помещаем их в те же самые условия, требующие активации интенсивной локомоции на мелководье. Вот до сих пор речь шла только о беспозвоночных разнообразных, и всегда остается вопрос, существует ли что-то подобное у позвоночных. Ну, конечно, существует, и здесь я привожу пока просто ссылки на несколько недавних обзоров. Но вот подробно я хочу рассказать об этой работе, которая вышла в 21-м году в Nature Neuroscience, и она посвящена чрезвычайно такой важной проблематике, а именно трансмиссии дофамина в стриатуме. Ну, почему это важно? Потому что и болезнь Паркинсона, и шизофрения с этим связаны, вы знаете, да? Вот здесь в самом начале авторы напоминают о том, как мы грубо делим нейротрансмиссию на три основных типа. То есть на паракринную секрецию, когда трансмиттер попадает в сосуд и может таким образом координировать состояние всего организма, когда он выделяется в межклеточное пространство, вот объемная передача, и когда есть классическая синаптическая передача. Вот здесь внизу характеристики расстояния, на которые все это может поступать. Но в чем же была проблема? Вот, да, мы здесь возвращаемся к вопросу о том, а может это вообще не сеть, который уже появился там в опытах на улицах, да? Вот смотрите, сейчас существует фантастический арсенал, как можно изучать секрецию дофамина. Именно дофамина, потому что для дофамина сделаны очень хорошие флуоресцентные зонды. И вот здесь, собственно, все эти методы перечислены. То есть можно посмотреть вплоть до отдельных варикоз, как происходит секреция. Вот метод С, который в Whole Cell Recording, это то, что мы, например, используем. Есть электрохимическая детекция, микроанализ и так далее, много всего. Ну и, собственно, основной вывод вы видите здесь. Здесь нет классических синапсов практически, их нет. Есть просто множественные варикозы, которые не ассоциированы с какими-то четкими постсинаптическими структурами и просто упакованы в явные маленькие четкие визикулы. Но все, кто работал с дофаминаргической системой, знают, что на электрофизиологическом уровне у нас есть все характеристики классической синаптической передачи. То есть у нас есть скорость, у нас есть точность. Более того, там есть два явления. Там есть как бы тоническая активность этих нейронов, при которой мы видим классические признаки синаптической передачи. Когда есть четкие ВПСП, есть высокая скорость. И у нас есть объемная передача. Там ее тоже не отрицают. Когда наблюдается фазовая активность этих клеток, то есть идут такие пачки, и при этом мы видим, что активируется и другой тип рецепторов, которые, как считалось, находятся преимущественно в межклеточнике. Но вот это нужно было объяснять. И авторы предлагают свою очень симпатичную модель, которая удивительно похожа на те описания, которые мы видим у многих беспозвоночных. Здесь нет классических синапсов. А что здесь есть? Здесь есть очень хитрая организация межклеточного пространства. Вот здесь есть окончание дофаминовое с множественными варикозами и межклеточник с дендритами, сомами, на которых расположены разные рецепторы. А на чем же построена игра, за счет чего достигается такая как бы иллюзия квазисинаптической и квазиобъемной передачи? Наука происходит за счет того, что вот эти разные варикозы, они работают не совсем синхронно. Они работают по некоторым законам. У них есть рефракторные состояния, у них есть активные состояния и неактивные состояния. Вот они приводят такое объяснение, которое построено тоже на экспериментальной феноменологии, как у нас будет связана тоническая активность и выброс дофамина, вот этой секреторной сети дофаминовых варикоз. Мы видим, что в зависимости от частоты мы будем действительно видеть разную степень интенсивности дофаминового ответа. На этой картинке уже всё становится более или менее понятно. Да, это пока модель, но эта модель построена на хорошо выверенных экспериментальных данных. То есть действительно мы видим, что в данном случае синаптическая и несинаптическая передача это некоторое функциональное состояние одной и той же секреторной сети. То есть одна и та же секреторная сеть может создавать нам эти два разных феномена. Вот. Ну, а вот сейчас я хочу рассказать ещё о нескольких работах, которые связаны, уже приближаются вплотную к тому, чем нам кажется, было бы хорошо заниматься в нейроинформатике, а именно изучать эволюцию языка нейротрансмиттеров. И эти работы, тоже 2021 года, вообще какой-то прекрасный год был для нас, они связаны с эволюцией очень важной трансмиттерной системы, а именно глютамат-эрогической. Отвечают на два вопроса, каким образом и когда глютамат вообще мог стать трансмиттером-нейротрансмиттером, и почему мозг мегапитающих сделал такой акцент именно на глютамат-эрогической сигнализации. Потому что мы знаем, что, скажем, у всех остальных организмов, например, у первичной роты глютаматных нейронов 5-10%, у мыши их 50%, у человека 80%. В чём здесь было дело? Ну вот давно была высказана гипотеза, больше 10 лет назад, о том, что глютамат мог быть вообще первым трансмиттером, и его первоначальной функцией был сигнал о повреждении клетки. И вот в последние годы для этой гипотезы были получены такие очень весомые доказательства, которые, если её и не доказали, они сделали очень-очень правдоподобной. Вот смотрите, когда научились смотреть метаболомы отдельных клеток, то что выяснилось? Выяснилось, что глютамат в любой клетке является самым распространённым метаболитом. Какую бы клетку мы ни взяли, это атошерихи, холи и так далее. То есть глютамата очень много. И мы прекрасно понимаем, что повреждение клетки – это очень важный сигнал. Он важен и для одноклеточного организма, потому что это значит, что здесь поблизости что-то произошло такое, что может быть полезно, как еда. И это важный сигнал для организма, потому что он может свидетельствовать о том, что повредилась клетка собственного организма. Но совершенно очевидно, что в такой ситуации на что будет настраиваться нейрон, что он будет использовать как такой предикатив того, что что-то произошло. Он будет использовать именно тот сигнал, который легче. В данной ситуации, конечно, легче всего использовать глютамат. Ну и вот опять это же геномное секвенирование показало, что действительно глютамат-эрогическая сигнализация – она одна из самых старых. Она есть абсолютно у всех, она есть у одноклеточных. Система рецепторов есть абсолютно у всех. Не буду подробно останавливаться, построены такие эволюционные деревья. А вот здесь уже о глютамат-эрогической системе многоклеточных организмов. Здесь тоже много всего интересного. Во-первых, мы узнаём, что человеческий мозг потерял множество глютаматных рецепторов и мозг млекопитающих вообще. Он стал возбуждающим нейротрансмиттером. У всех остальных он был нормальным нейротрансмиттером, к которому есть и возбуждающие, и тормозные, и самые разные рецепторы. И, например, у моллюсков, у тех же, у них вообще намного больше разных типов глютаматных рецепторов по сравнению с людьми. А, например, у кнедарий, то есть у пешечно-полосных, намного больше визикулярных глютаматных транспортеров, чем у человека. Там их 17-10, у человека только 3. И вот эволюция языка нейротрансмиттеров. Вот чем, кажется, было бы интересно заниматься, если начать раскручивать, если начать тянуть именно за эволюционную нитку попытки описать нервную систему. Вот смотрите, действительно у нас постепенно... То есть у нас остаётся в чём проблема? В том, что, хотя у нас много трансмиттеров, но их число всё равно ограничено. А это значит, что одни и те же сигналы, которые нервная система унаследовала, уже, заметьте, с фиксированными значениями. То есть ей пришлось работать с уже некоторыми биологическими фиксированными значениями, которые были атрибутированы к определённым сигналам. Вот, например, для одноклеточных глютамат был сигналом того, что это еда. Но когда появились многоклеточные, нужно было научиться распознавать, нужно было строить контекстозависимую регуляцию, да, то есть понимать, как отличить глютамат, который является сигналом того, что произошло повреждение где-то снаружи, от того, что повредилась собственная клетка организма. И дальше и больше. Вот, то есть нервная система постепенно научается использовать вот этот древний язык с уже пришитыми, с уже зашитой семантикой для того, чтобы оперировать этим языком. Вот как это происходит? Вот это нужно действительно изучать. И нужно понимать, как это происходило в эволюции. Потому что мы точно понимаем, что язык трансмиттера будет зависеть не только от той области нервной системы, в которой он работает. Но совершенно очевидно, что там сетчатки дофамина, это совсем не то же, что дофамин с триатами, да? То есть есть пространственное различие. Но кроме этого, будет ещё разная семантика, разное значение в зависимости от уровня интеграции. Одно дело, когда идёт атрибуция в одном синапсе, то есть сигнал в одном синапсе, другое дело, когда это нейрон. Совершенно другая ситуация, когда мы имеем дело, скажем, уже с гамблем и так далее. То есть это ещё такой язык, который будет меняться в зависимости от уровня интеграции клеток. И есть попытки разобраться, как же это всё работает. Ведь есть ещё какая удивительная загадка, что вот уже у довольно сложных организмов, ну, допустим, вот у того же морского ангела на предыдущем слайде, да, есть хорошо описанное явление трансмитера зависимого поведения, когда можно добавить серотонин, и у этого животного активируется выраженная охотничья программа поведения. Она очень красивая, он плавает активно с такими выброшенными щупальцами. Но мы-то знаем, что серотониновых нейронов там очень много, и они связаны с совершенно разными функциями в этом организме. Каким образом происходит вот такая интеграция, за счёт чего? Это конкуренция ансамбля. В общем, это то, что действительно нужно изучать для того, чтобы, как мне кажется, понимать такую настоящую нейроинформатику, потому что эта настоящая нейроинформатика, она привязана к семантике нейротрансмиттеров. И мы действительно должны исходить от того, что нервные системы были вынуждены использовать ту семантику, которая уже появилась. То есть они взяли трансмиттеры готовыми, они взяли их с некоторыми функциональными значениями, и затем им пришлось разрабатывать и усложнять вот этот трансмиттерный язык для выполнения своих функций. А теперь об увеличении числа нейронов эволюции позвоночника и роль глютаматергической сигнализации. Здесь для начала важно понимать, почему вообще стало вдруг много нейронов позвоночных. Вот эти очень важные для нейробиологии, возможно, для нейроинформатики результаты, они оказались... Вот было такое совпадение тоже, это часто бывает в науке, это очень красиво, когда одновременно вышли две работы, которые друг от друга совсем не знали. И вот одна работа вышла на русском языке, который биолог Алексей Крушинский, но большой поклонник идеи Брюлиана, предположил, что мозг за получение новой информации обязательно будет терять какую-то исходную информацию. И статья эта была опубликована потом еще и в журнале когнитивной науки в рамках дискуссии. Те, кто ее видел, наверное, знают, что там была такая оживленная дискуссия. В общем, в основном, конечно, критиковали биологи за то, что конкретики мало, потому что о какой информации может идти речь. Ну, о физике, потому что какой-то такой, немножко дилетантский, наверное, подход к этим предположениям. Но в том же году была опубликована статья в Nature Neuroscience, которая тоже стала совершенно неожиданной для мировой науки. Пытались изучать повреждения в мозге мышей с болезнью Альцгеймера и предполагали, что, возможно, у них портится ДНК. А обнаружили, что ДНК рвется в контрольной группе, то есть у обычных животных, контрольных. И происходило это всего через 2 часа обычной исследовательской активности. 2 часа исследовательского поведения, множественные разрывы ДНК в самых разных отделах мозга. Есть хорошая новость. Через 24 часа эти разрывы репарируются. Но мы же с вами знаем, биологи во всяком случае знают, что репарация никогда не бывает эффективна на 100%. Это значит, что у нас остаются и разрывы, и что у нас копятся мутации. То есть действительно речь идет об информации в чистом виде для биологов. Потому что вы понимаете, что если вы теряете информацию о том, как сделать правильный белок, то сколько бы энергии вы сюда не приложили, вы машинку не почините. Потому что вы утрачиваете исходную информацию. Затем эти люди показали, что совсем не обязательно сложное поведение, а можно просто один глаз постимулировать с одной стороны, а потом посмотреть, что там в визуальной коре происходит. Ну и оказывается, что с той стороны, где была стимуляция, множественные разрывы двуцепочные ДНК. Очевидно, что следующий шаг проверить, а не связана ли вообще электрическая активность нейронов с повреждением ДНК, был сделан довольно быстро. И уже в 2015 году было показано, что да, связано. И более того, это приводит к активации вот тех самых генов раннего ответа, которые когда-то нейробиологи использовали как маркер электрической активности. То есть раньше, когда не было оптогенетических подходов, использовали экспрессию ранних генов для того, чтобы посмотреть, в каких отделах нервных систем была активность, связана с тем или иным поведением. Оказалось, что на самом деле мы маркируем двуцепочечные разрывы ДНК в нейронах. Геномы были отсеквенированы нейронов, конечно, в них посмотрели уже классические мутации и обнаружили, что их много, что их действительно очень много, причём в значимых участках, в тех генах, которые чаще экспрессируют. Ну, я опускаю часть этой истории, это на самом деле отдельная целая большая лекция. А в 2019 году была поставлена ещё такая жирная точка в вопросе о том, насколько эти повреждения могут быть существенны для организма. Было показано, что продолжительность жизни может регулироваться нейрональным возбуждением. И у людей это была корреляция, у долгожителей здоровых, когнитивных долгожителей, была обнаружена обратная корреляция с генами нейронального возбуждения. А вот уже на оси Элеганс вы понимаете, что это объект, на котором, используя сегодняшние методы, биологические существования такой зависимости, продолжительности жизни от нейрональной активности можно проверить самыми разными способами, и она была подтверждена. Механизмы этого влияния ещё предстоит выяснить. Но к чему я это всё рассказываю? Я это рассказываю вот к чему. Что есть хорошая новость, что если повреждение ДНК связано с электрической активностью, а мы понимаем, почему на самом деле, потому что есть выброс активных форм кислорода в этот момент, то совершенно очевидно, что проблема эта старая, что она новая для нас. Мы недавно с этим столкнулись, а для эволюции это очень старая проблема. Она появилась тогда, когда появился первый нейрон. И это хорошая новость, потому что это значит, что коли так, значит выработаны механизмы, которые позволяют как-то с этим бороться, защищаться от накопления мутаций. И они действительно есть. Ну, во-первых, ДНК-репарация, вы знаете, но я привожу вот этот важный слайд. Значит, что можно делать в ситуации, когда у вас копятся мутации в геноме. Они действительно, это процесс хаотичный, вы понимаете, что в одно место не попадают. И есть очень простое решение создавать просто подушку безопасности. То есть можно увеличивать число копий генома. И мы знаем, что эволюция сделана, по крайней мере, двумя разными способами, в разных крупных таксонах. Вот, например, моллюски, они пошли по пути в создание множественных копий генома в одной клетке, то есть полиплоидия. И мы получаем гигантские нейроны, в которых действительно очень много запасных копий гена. Но этот подход имеет на недостатки, потому что он будет работать только до тех пор, пока мутации приводят просто к повреждению гена, к его нефункционирующему состоянию, но не тогда, когда они приводят, например, к выработке каких-то токсичных веществ. Да, вот в такой ситуации уже полиплоидия не спасёт. А позвоночные придумали другую вещь. Они стали упаковывать эти копии генома, запасные, в отдельные нейроны. Ну, конечно, не так примитивно. Понятно, что здесь решается сразу несколько задач. Во-первых, увеличение таких копий одинаковых нейронов позволяет перераспределить эту активность между клетками, перераспределить это нейрональное возбуждение и тем самым защищать. С другой стороны, действительно, она создаёт такой пул, он создаёт избыточности, пул взаимозаменяемых клеток. О том, что человек абсолютно рекордсмен по тому, сколько нейронов он может потерять и ничего не заметить, ну, вот хорошо свидетельствует, например, просто патогенез болезни Паркинсона. Не знаю, вы, наверное, об этом знаете, что проблема в том, что человек теряет 30% своих нейронов и ничего не чувствует вообще. А когда он начинает чувствовать какие-то очень лёгкие симптомы, то оказывается, что уже очень поздно, он потерял очень много нейронов. Значит, вот мы предполагаем, что вообще движущим фактором была не столько когнитивная эволюция, сколько создание подушки безопасности в эволюции мозга позвоночных, вот в этом стремительном увеличении числа нейронов. Есть, кстати, ещё один парадокс в эволюции уже древних людей, который хорошо объясняется вот таким взглядом. Если вы слушали лекции Александра Маркова, то вы, наверное, помните, он рассказывал, что у нас в эволюции человека есть период, когда мозг растёт стремительно в эволюции, а орудия труда ещё миллионы лет не меняются, остаются чрезвычайно примитивными. Вот. И, понимаете, с эволюционной точки зрения это непонятно, потому что сделать большой мозг это дорого, это энергетически очень дорого. И если мы не имеем никакого выигрыша от этого, а мы предполагаем, что увеличение мозга это прежде всего когнитивный выигрыш, то тогда вроде бы абсурдная ситуация, непонятно. Но, скорее всего, вот это увеличение произошло просто как механизм увеличения продолжительности жизни. А уже затем вот это увеличившееся число нейронов было использовано как некоторая преадаптация для того, чтобы на этой основе развить уже когнитивные функции. Потому что, действительно, когда у вас есть много нейронов, вы можете научиться различать новые оттенки, скажем так, да, вы можете один кластер разбить на два и так далее. Вы можете на этой основе уже строить какую-то интересную когнитивную игру. И, действительно, здесь есть такая положительная обратная связь, которая может и обеспечивать такую очень быструю эволюцию мозга-позвоночных с увеличением числа нейронов. А давайте тогда вернёмся, почему же у нас увеличивалось число нейронов в человеческом мозге именно за счёт плютоматоргических клеток. А вот почему, как нам кажется. То есть это, конечно, тоже одно из вероятных объяснений, но тоже оно кажется правдоподобным. Вот мы опять возвращаемся к тому, что глютоматов в клетке и так очень много. А это значит, что для того, чтобы сделать новый глютоматоргический нейрон, вам не нужно создавать сложную систему синтеза с разными ферментами и так далее. А всё, что нужно для того, чтобы сделать глютоматоргический нейрон, это экспрессировать один ген, визикулярный транспортер. То есть то вещество, которого уже и так в клетке много, вы можете закачать в визикул, и вы получите глютоматоргических нейрон. Кроме того, это оказывается одним из самых энергетически дешёвых ресурсов для того, чтобы построить нервную клетку. Из тех, которые мы на сегодняшний день знаем, к тому же его можно самого использовать как некоторый дополнительный энергетический ресурс. Мороз об этом пишет, что клетки глии его могут использовать. Тогда ответ довольно простой. Почему человеческий мозг в своём стремительном увеличении числа нейронов использовал глютомат? Да просто потому, что это был самый простой способ. Может быть, это не совсем правильное объяснение, но это некоторое объяснение, потому что это быстро, просто и дёшево. И потому что основная идея увеличения этой клеточной массы была в защите нейронов. А тогда мы возвращаемся к тому же интервью Идана Сегева, которая нам напоминает о том, что в человеческом мозге слишком много нейронов для того, чтобы можно было построить работающую модель. И современные компьютеры с этим не справляются. Но вот теперь мы знаем, что в биологическом мозге нейронов очень много просто потому, что они слишком легко портятся. И потому что мозг решает проблему, как вы совершенно правильно сказали, как же безопасно пройти, как же безопасно получить новую информацию. И вот это увеличение числа нейронов, это, конечно, прежде всего, по-видимому, защита. Точно так же, как мы часто пытаемся решить вопрос с перераспределённой активностью. Мы, например, видим, что у нас одна и та же задача, она очень редко решается одними и теми же нейронами. Очень часто задача вроде бы примитивная, та же самая. А если мы посмотрим, какие нейроны активируются, то оказывается, что один раз одни, а другой раз другие, делают одно и то же вроде бы. Эта активность это тоже может быть одним из механизмов защиты нейрональной ДНК. И вообще, коль это такая серьёзная проблема для нервной клетки, то понятно, что очень многое из того, что мы можем атрибутировать как некоторые к когнитивные функции, на самом деле относятся не к когнитивным функциям, а к способу защитить ДНК. То есть не всё в мозге важно для моделирования его когнитивных функций, как вы тоже справедливо сказали. И в заключение хочу выразить благодарность замечательному коллективу математиков Олега Петровича, Николая Базинкова здесь, и ещё Людмилы Желякова, которые откликнулись на наши многие лекции о важности нейротрансмиттеров, важности понимания языка, и решили работать с нами и начинать тоже практически с нуля, то есть создавать новые эволюционные модели того, как может работать нервная система на основе именно разной химической сигнализации. Ну, они об этом, наверное, могут рассказать гораздо лучше. Я не буду перечислять, это вот лекция Людмилы Желяковой. Скажу, что, в общем, у нас есть уже хорошие результаты с ними совместные, и вышла статья, которая посвящена возможности моделировать такие вещи. Ну и, наверное, на это всё, чтобы выходить за границы временной. Спасибо, коллеги. Большое спасибо. Спасибо, господин.